Всем привет! Меня зовут Ксюза Грейб и сейчас вы посмотрите V-Reality с фестиваля ВКонтакте. Начинаем мы с того, что стоим в очереди на служебный вход. Это говорит нам о шикарно организованном мероприятии и о том, как быстро работают службы безопасности. Мы сейчас пойдем дальше, наверное, не знаю, где-то через полчасика, а может быть через часик. А вы можете посмотреть на канале «Шаги по стеклу» Антона Голубчика, его видеоотчет об этом мероприятии и узнать, стоял он в этой очереди или нет. Мои слова и слова Игоря были пророческими. Мы стояли не на том входе. Я прорвалась через вход фестиваля ВКонтакте. Потратила на это целый час, как и предсказывала. В общем, это, не знаю, какая-то жесть и нереальная фигня. Сейчас я отдыхаю от того, что было на входе на удобных подушечках PlayStation. Буквально через 10 минут здесь на стенде PlayStation будет проводиться конкурс. Перед тем, как мы начнем соревнования в Портал Круппе, я вам скажу еще раз про Драйв Клаб. Я не вру! Он подтверждает! Соревнование по Драйв Клаб. Во время этого турнира у вас будет возможность выиграть юбилейную PlayStation 4, которая выпущена лимитированным тиражом 20-летию. Вообще, PlayStation... Вот про это я вам и хотела рассказать. Слышите, да? Вот от ночи, будет разыгран сегодня и получится тот, кто проявит себя лучше всего на турнире Драйв Клаб. Драйв Клаб у нас в 17-00, не забываем. Вот, я хочу белую PlayStation. Буду участвовать в Драйв Клабе. Поехали, посмотрим, будет ли у меня белая PlayStation. Сделайте ставки. Помимо просто игр PlayStation, которыми можно играть на джойстиках, есть вот такие круговые машины. Это прям модель автомобиля. Вы можете здесь почувствовать руль и внизу даже есть педали. Посмотрите, одна, вторая, то здесь газ, тормоз и, боже мой, по-моему, даже сцепление. Теперь надо как-то начать ехать. Я поехала. Я поехала. Еще за третье место. Я даже могу одной рукой. Нет, ты сейчас будешь в последних двух финала соревноваться с сертификами двоих. Я думаю, что сейчас будет финиш. Слушайте, она прям как живая. И вам все, друзья, те 8 участников, которые вы не продаете, у нас для каждого есть приз, обязательно. Вау, уау, уау. Для всех больших участников. Прям экстремальное обождение. Я врезалась. Скоро все фестивали будут состоять вот из таких людей, в шлемах виртуальной реальности. Каждый будет задавать себе такую реальность, которую он хочет. И будет насрать на всех окружающих. Вот скоро, через 10 лет, смотрите, так и будет. Пришло время ланча, и я вам расскажу, как бюджетно можно поесть на фестивали ВКонтакте. Вот такой French Dog вместе с капучино, правда, капучино без молока стоит 250 рублей. И сделать это можно на набережной, вот на таком граните, который сегодня очень теплый, потому что светит солнце. Слева сцена, на которой еще нет никаких громких звуков, там еще идет только настройка аппаратуры. Но скоро вот здесь рядышком будут выступать артисты, песни и будут танцевать. Ну и куда же на питерском фестивале без искусства? Вот это площадка от современного музея искусства Эрарта. Проект называется «Зубчики». Туда можно зайти и увидеть себя в различных вариациях. Это не кривое зеркало. Я еще, честно говоря, не разобралась, что здесь должно происходить. Но с этим можно сделать селфи и даже выиграть два билета. Посмотрим, какое еще искусство у нас есть на фестивале ВКонтакте. Субтитры сделал DimaTorzok Знаете, в чем лайфхак таких фестивалей? Если вы пришли сюда к открытию в 10 или в 12 часов дня, то в районе 4-5 часов обязательно надо выбрать место на пляже или на трассу, чтобы часочек вздремнуть. После чего вы с новыми силами пойдете на вечернюю программу. И вот сейчас я в дилемме – вздремнуть или не вздремнуть. На этом мысль заканчивается. Приходите на фестиваль ВКонтакте. Здесь есть, что посмотреть, есть, что послушать, есть, в чем поучаствовать и есть, кого встретить. Внезапное пополнение. А вы подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если вы были на фестивале ВКонтакте. Ставьте лайки, если вы играете в PlayStation. Смотрите репортаж с мероприятия, с этого же мероприятия на другом канале. На канале Антона Голубчика он вам расскажет про какие-то свои походилки и то, что он видел на мероприятии. Счастливо! Скоро будут новые видео. Подписывайтесь. Пока!